Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией по возможности. Леон Канье – французский художник-историк и портретист. Его, вероятно, лучше всего помнят как учителя, у которого было более ста выдающихся учеников. Родился в Париже 29 августа 1794 года. Его отец был художником и дизайнером обоев. В 1812 году поступил в школу изящных искусств, где учился у Пьера Нарцисса Герена. Он также работал в студии Жана Виктора Бертена. После неудачной попытки выиграть римскую премию в 1816 году, он выиграл в следующем году со своим изображением Елены, спасенной Кастром и Палуксом, и получил стипендию на обучение в французской академии в Риме до 1822 года. Перед отъездом он провел свою первую выставку в Салоне. В 1827 году создал серию фресок о жизни святого Стефана для церкви Сен-Николас де Шан. С 1833 по 1835 год он нарисовал сцену из экспедиции Наполеона в Египет на одном из потолков в Лувре. Я пользуюсь в Википедии. В период с 1840 по 1860 год, 20 лет, он руководил популярной женской мастерской живописи, которой руководили его сестра Мария Амели и одна из ее учениц Катрин Каролина Тевенда, которая позже стала его женой. После 1843 года он почти полностью сосредоточился на преподавании, время от времени рисуя портреты. После 1855 года он, по сути, отказался от живописи. После 1831 года он преподавал дизайн в лицее Луи Легра, он также преподавал в политехнической школе. В 1851 году был назначен профессором в школе изящных искусств, должность которой он занимал до 1863 года, когда вышел на пенсию, постепенно отказываясь от своих частных студентов и становясь все более затворническим. Умер за бытом в Париже в 1880 году, похоронен на кладбище в Перлаше. Ну а так вкратце, из переводной википедии о французском художнике-историке и портретисте, которого, вероятно, лучше всего помнит как учителя, у которого было более 100 выдающихся учеников, Леон Канье. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.